Всем привет! Сейчас Развернусь и начнём Очень серьёзная тема на самом деле. Почему? Потому что руки это то что нас отличает от многих животных. Конечно, приматы есть, которые тоже пользуются очень хорошо своими руками, а некоторые и ногами пользуются как руками. Но для нас руки играют огромную роль. Более ловких манипуляций, чем мы, с передними конечностями своими, верхними конечностями, не делает никто. Так вот, в связи с тем, что мы без рук обойтись вообще не можем никак. Но я не говорю, конечно, про тех инвалидов, которые ногами иногда умудряются делать что-то лучше, чем руками. Я говорю, без рук мы обойтись не можем. Если вдруг вот сразу резко у нас их нет, то это просто трагедия. Человек не может обслужить сам себя. Поэтому любая проблема с руками это всегда очень серьёзная проблема на самом деле. Я не говорю, что такой человек социально не адекватен и не адаптирован. Он, конечно, привыкнет, но никак. Так вот, учитывая тот факт, что в большинстве боевых искусств используются руки. Ну, конечно, есть такие боевые искусства, где профильными являются ноги, например, тэквондо. И особенно, если человек выступает в соревновательной теме, то там в основном идёт работа ногами. Потому что там успешно можно, да, не применяя рук выступать. То, если мы рассматриваем боевые, значит, искусство не как спорт, а как именно искусство боя, то без рук не обойтись вообще никак. То есть, руки нам нужны. В некоторых видах боевых искусств используются только руки вообще. Ну, я, конечно, не говорю про то, что там корпус, да, нам нужен. И, безусловно, как опора и подвижной состав нам нужны ноги. Но все манипуляции самые хитромудрые, они, в общем-то, выполняются всё равно руками. К таким относятся и бокс, и различные виды восточных единоборств, например, где профильными являются руки, например, тот же Винчунь, ну, и китайский бокс, тот же самый, да, вот. Да и где ноги применяются, везде всё идёт через руки. Потому что именно с помощью рук можно обеспечить себе адекватное сокращение дистанции. Что касается борьбы, ну, я не знаю, как может человек без рук вообще бороться. Поэтому на руки идёт экстремальная нагрузка. И прежде всего на кисти рук, потому что именно ими осуществляются тонкие манипуляции, связанные с захватами какими-то, переводами и так далее. То есть кисти и пальцы рук вообще принимают участие. Почему и про силовиков. Ну, а у силовиков вообще никак иначе не бывает. Я, конечно, понимаю, что есть такие движения, как присед, где вроде бы кисти рук вообще не принимают участие. Это да. Я предполагаю, что можно и становую тягу делать в паро-там, в олимпийском режиме. То есть таким образом, чтобы захват делать не пальцами, не кистями рук, а с помощью каких-то привязных ремней. И жим точно так же можно. Но есть такие... Но я говорю не про только там пауэрлифтинг, который в нормальном виде тоже всё-таки требует очень сильного хвата. А такие виды, которые обязательно хват требуют. Это вот экстрим силовой как раз. Там без этого никак нельзя. Там сильный хват обязательно присутствует. Вот. А есть такие виды, где он просто необходим. Это армрестлинг, армлифтинг и так далее. Есть экстремальные виды спорта. Другие, где очень сильно пальцы задействованы. Это скалолазание, нотропинизм. В общем, всё перечислил. Давайте дальше. Не буду перечислять. Я, то есть, объяснил актуальность самой темы. Почему, собственно, руки очень сильно нам нужны при занятиях спортом. Ещё больше они нам в жизни, конечно, нужны. Но вот понимаете, какая вещь. В жизни-то мы их используем довольно, скажем так, аккуратно. Если только не лезем своими руками куда не надо. Об этом я отдельно записывал подкасты про отрезанные, отрубленные пальцы и про способы восстановления. Можете у меня на канале на YouTube посмотреть. А вот в спорте мы делаем всё возможное, как бы со стороны может обычному человеку показаться, для того, чтобы свои пальцы и кисти рук обязательно повредить. Более того, мы их не только сами себе повредить пытаемся, значит, стимальными нагрузками, ударами различными в разные вещи, там, рывками, плеометрикой какой-то жёсткой. Но мы ещё и друг другу пытаемся этот ущерб нанести. Делая болевые на руки, на кисти, за выламывание пальцев и так далее. То есть, понимаете, много очень таких действий, которые, ну, явно не полезны. В связи с этим получается такая вещь, что возникает огромное количество микроповреждений и микротравм у сухожилий, связок, суставов, тканных элементов, мышц, которые находятся внутри кисти непосредственно, да, то есть, это связки и мышцы пальцев, запястья, пястья и так далее. Ну, что так далее, я всё лучше перечислил, да. Ну, можно взять ещё и лучезапястность суставов тоже. Вы понимаете, какая тема? У кого-то это проходит как-то, ну, повезло, безболезненно, ну, понимаете, вот процент, когда говорится про процент, низкий процент там травм, да, в каких-то видах сам спорта. Вот, например, в армлифтинге. На самом деле никто травмы эти не считает, все видят лишь острые сам травмы, когда в движении каком-то происходит отрыв мышцы, сухожилия и так далее. Вот говорят, ой, острая травма, там всё понятно. А понимаете, какая вещь? Возникает огромное количество микротравм, когда человек выступил, победил там всё, да, и потом у него что-то болит. И болит нехорошо, то есть болит это не мышца, явно закисление, а явно что-то дёрнул или потянул, или что-то ещё. Это так, бытовые термины. На самом деле, скорее всего, произошло либо сильное растяжение, либо какой-то неполный разрыв, надрыв. Вот. А может быть даже и почти полный, а может и полный даже, человек просто ещё этого не понял. И вот потом начинается фаза реабилитации, когда человек считает, что всё пройдёт, он её полноценно не проходит. В итоге он зарабатывает себе хроническую травму. Вопрос в том, что он с ней может даже выступать дальше, компенсируя себе там одно другим. Так устроен организм, что у нас практически всё дублируется. И практически действие, ну, почти везде, по любой амплитуде, какой-то конечности, какой-то части тела, мы можем совершить с помощью других мышц. Если не в полной мере, то, по крайней мере, похожие действия совершить. Понимаете? То есть, если там вы оторвали бицепс, это не значит, что вы не согнёте руку. Вы не согнёте с помощью других мышц. Ну, это не везде так работает, конечно, но всё равно человек может жить с какими-то там оторванными мышцами, сухожилиями, в итоге приспособиться и будет, ну, ненормально, но как-то функционировать вполне себе приемлемо. Хотя это, конечно, нехорошо. Так вот, что происходит? Я, значит, описал, как появляются хронические травмы. И хронические эти травмы, они ещё очень часто выливаются в итоге в хронические профессиональные спортивные заболевания. Вот это тоже целая тема. То есть, понимаете, бывает, когда, конечно, вот очевидная хроническая травма, когда, ну, надрыв сухожилия или там отрыв сухожилия, и всё, там постоянно болит, потому что постоянно идёт какое-то раздражение. Всё понятно, что это такое. Там в итоге возникают какие-то тендиты, постоянные тендовогениты. Если повреждён сустав, то там могут быть артриты, артрозы потом, деформирующие какие-то там, и всё какое-то такое, то есть лицовидные, там, деформации происходят, какие-то, значит, изменения дегенеративного характера в связи с тем, что происходит прорастание с лицовидной тканью и с рубцовой. А вот есть такие вещи, которые, вот такие заболевания, которые бывают у людей, которые испытывают сильные нагрузки на суставы, связки на руки и так далее. Я не скажу, что эти заболевания не появляются у тех людей, которые вообще спортом не занимаются. Они появляются. Но одной из причин возникновения подобных патологий являются именно физические нагрузки. То есть, человек, который нагрузкой физической не занимается на руки, если у него в какой-то момент возникает такая нагрузка, даже не сильно большая, например, долго чистился снег лопатой. Для него это может быть экстремальная нагрузка. Это способствует возникновению микротравмы, которая, предположительно, может являться причиной возникновения целого ряда заболеваний кисти. И какие же это заболевания кисти? Вот я дошел до главного, до самого. Это, например, контрактура дюпютрена. Это рубцовый измененный ладонный паневроз. Такая штука, она встречается ну нифига не редко. Понимаете, я говорю, когда про редко говорят, что редко встречаются. Это, понимаете, это редко до тех пор, пока это не с вами. А как у вас, и оказывается, что вы каждый первый. То есть это ж у вас. И проблема становится очень актуальной. А на самом деле статистика говорит, что это вообще не редкая проблема. Да, у нее много предполагаемых причин, точно никто не знает, но одна из причин считается именно различного рода травм. Всякие мелкие. Ну, еще это возрастные изменения. Но когда это между собой сочетается, когда человек в возрасте за 40 лет продолжает активно заниматься и давать экстремальные нагрузки на кисти рук, то процент с вероятностью повышается. Скажу, конечно, что он меньше, если человек делает специальные какие-то вещи, чтобы это не появилось. Но, во-первых, это не гарантия. Хотя процент очень сильно сокращается. Прямо очень сильно. Поэтому можно говорить об эффективности профилактических мер. То есть однозначно. Но вот самое главное, это то, чтобы это не появлялось, можно добиться того, чтобы это не появлялось. И самое главное, как это лечить, если это дело появилось. Так вот, контрактура дюпьютрена. Что такое? Это когда на руке, на ровном месте, буквально на ладони, начинает образовываться такой плотный тканый тяж вдоль сухожилия. Он, значит, утолщается, уплотняется. И в итоге заканчивается это тем, что пальцы, вдоль сухожилий которых идет уплотнение, они сгибаются, подтягиваются. Они остаются все время в согнутом положении. Все время эти в согнутом положении. Человек не может разогнуть. Потом возникает такая тема, что он их и согнуть-то не может. Они согнуты все время, но полноценно согнуть он их все равно не может. Вот такая штука. Лечится на начальных статях это консервативно, на поздних хирургическим путем. Но я говорю, что профилактика реально помогает. И особенно тем, кто делает все возможное, чтобы увеличить вероятность получения такой проблемы. А это люди, которые дают экстремальные нагрузки на кисти рук. Я уже перечислил, что это за категории в самом начале этой лекции. Вторая тема. Вот это встречается очень часто у многих вообще. Это гигрома. Гигрома или сухожильный ганглий. Это такое студенистое образование. Видно его, как правило, под кожей. Хотя на самом деле оно может находиться не просто под кожей, это может находиться на влагалище на сухожильном. То есть оболочка, которая покрывается на сухожилие. Это такое выпячивание. Как грыжа. Заполнено студенистое вещество. Часто это ничему не мешает. Хотя косметический дефект крайне неприятный бывает. Иногда болеть начинает, потому что все равно она выбухает. То есть ущемляет какие-то мелкие сосуды. Там возникает ишемия. Может и нервик какой-нибудь находиться рядом, который в ишемии находиться будет. И поэтому будет боль. И так далее. Вот это тоже фиговина лечится как консервативно, но чаще всего хирургическим путем. Можно сделать так, чтобы не допустить ее возникновения. Потому что лечится она довольно сложная. Вероятность рецидива очень велика. Прямо вот очень велика. Очень часто после хирургических операций на этом же месте возникает через какое-то время. Как говорится, стоит только начать. Вот. А более радикальное там ушивание всех этих самих ворот приводит к тому, что можно заработать просто какие-то контрактуры серьезные. И суставы, и сухожилия не будут нормально двигаться. Вот. Поэтому, опять же, лучше профилактировать. Еще какие проблемы могут быть? Это так называемый синдром щелкающего пальца. Это когда кольцевые связки, которые опоясывают сухожилия с сгибателей пальцев, уплотняются, но в суть даже не в них, а то есть уплотняется сухожилие само с сгибателя пальца. На нем возникает, значит, утолщение. И он вот в эту вот кольцевую связку, за которой ходит он, вот это, значит, утолщение, оно не пролезает. Сначала возникает просто какое-то препятствие, и оно все-таки пролезает с таким легким самосрывом. Это безболезненно, но возникает как бы щелчок такой, то есть разгибаем, сгибаем палец все время через какое-то спрохождение. Как будто вот этот вот, значит, уплотнение, ну, не как будто, а потому что так и есть. Но уплотнение вот это проходит через узкий канал, который, ну, немножко поменьше, но он эластичный. Немножко поменьше по диаметру, чем в этом месте само сухожилие. Но потом, конечно, из-за постоянного вот этого раздражения, там происходит воспаление постоянно септическое, это место становится еще более толстым. Так как связка вот эта вот анулярная, не кольцевая, она раздражается, она тоже начинает уплотняться, и в итоге уже не пролезает. В какой-то момент руку согнули и не можем, ну, палец сам согнули и не можем обратно его разогнуть с помощью силы разгибателей пальцев. Можно только с другой рукой себе помочь. Ну, или с помощью, с других пальцев. А со временем и это прекратится. Понимаете, это тоже, все это возникает от разного рода травм. Я забыл сказать, что ганглии сухожильные возникают из-за того, что из сустава или из подрубашки сухожильные начинает истекать синвиальная жидкость. Ну, и потом она загустевает и образуется гелевидное такое вот тело, которое заполняет вот этот вот, ну, мешочек, что ли, да, в котором вот находится ганглии сухожилия. Тоже из-за травм, из-за ударной нагрузки, из-за резких взрывков, когда происходят надрывы капсул сустава, надрывы сухожилий. А вот, значит, кольцевая связка, синдром сошелкащего пальца тоже, когда сильными нагрузками на сгибатели пальцев мы немножко их поднадрываем. Потом оно зарубцовывается в сухожилии и в этом месте оно становится немножко толще. Понимаете, видите? Очень простые эти механизмы. Они понятны совершенно на уровне логики, да, как это происходит. Вот. Я говорю, у кого-то это, что называется, это пронесло, а у кого-то не пронесет. И если на начальном этапе, на каком начальном, пока молодой, там, регенеративные процессы идут хорошо репарационные, и все восстанавливается и может восстановиться до нормального состояния, то в отсрочной перспективе эти микротравмы, особенно хронические травмы, могут вылиться в более серьезные вещи, когда уже гормональный фон не тот, когда катаболизм превалирует над анаболизмом, начинаются какие-то дегенеративные процессы, уже ткани не восполняются полноценными тканями, а восполняются какими-то заместительными вещами неполноценными. Вот и возникают такие проблемы. Ну и что уж говорить о том, что я перечислил немного раньше. Всякие тынды при микронадрывах, тендовогениты, артриты, артрозы, миозиты мышц. Вот почему я вам об этом рассказываю. Потому что я решил на ютубе записать целый курс мини-лекций по разбору всех этих проблем. именно в привязке к тому, что люди занимаются спортом. И поэтому там я хочу осветить, во-первых, как на ранних этапах это диагностировать, если появилось. А как это лечить, какова тактика, куда пойти, к какому врачу сначала податься. Потому что люди часто не знают, как быть, и именно поэтому они не идут к доктору. Либо считают, что это надо идти по хозрасчету, платно. Они не понимают, куда именно к какому доктору идти. Как это, что будет делаться. Они либо не знают, либо не верят, либо не понимают, как с этим надо работать. Ну и самое главное, самое важное. Я расскажу, во-первых, как избежать рецидивов. Да, потом. Это раз. А два, это вообще важнейшее. Я расскажу о том, как это все профилактировать. Потому что лучше всего не доводить до этих состояний. Я, конечно, говорю, что профилактировать на 100% ничего невозможно. Какие бы вы методы снахищрения не предпринимали против повреждения слухожилий или суставов, вы их запросто можете повредить на тренировке, банально влупив своему противнику кулаком в локоть. Со всей силы. Если кулаки у вас довольно рыхлые, то все. Видит, проблема появится. Либо рывок какой-то, вы взяли сам захват противнику за кимоно, а он вам сделал резкий срыв руки. И вы себе поднадорвали или порвали сухожилия на пальцах. Он вам порвал. Но если вы работаете над методами профилактики всех этих вещей, то, конечно, вероятность этого снижается. Значительно снижается. Во-первых, потому что после тренировки лучше и быстрее восстанавливаются какие-то микротравмы. Лучше идет гиперкомпенсация и, соответственно, идет правильная компенсаторная гипертрофия, которая ответственна за укрепление тех элементов, которые вы можете повредить. Потому что они укрепляться способами разными могут. В молодости очень легко проходит так называемая посттравматическая гипертрофия. Это когда вы что-то поднадорвали, и оно зажило. И в этом месте стало крепче, толще и все такое прочее. Так у молодых кости заживают, еще что-то. А вот когда постарше, хреново это происходит. Уже посттравматическая гипертрофия, как правило, не возникает. И в том месте, где происходит посттравматическое заживление, там ткань не крепче становится, а слабее наоборот. Там атрофическая ткань, то есть атрофированная. Поэтому лучше всего не посттравматическая гипертрофия, а компенсаторная. То есть когда вы до травмы не доводите, но та нагрузка, которую вы даете, заставляет укрепляться ваши сухожилия, мышцы, связки суставные, капсулы суставные и так далее. Вот такая как бы тема. Поэтому, зачем я это видео записываю, когда я на ютубе уже подобное записал, правда покороче, на две минуты всего лишь. Вот для чего. Я и здесь хочу, чтобы вы под этим видео оставили свои вопросы по поводу тем, которые вы хотели, чтобы посвятил я в рамках именно повреждений кисти. Не задавайте, пожалуйста, по локтям, по плечам. Это будет отдельная совершенно тема вообще. Сейчас я говорю только про кисть. Кисть и пальцы. То есть опишите, какие еще вы знаете патологии, ну какие у вас, может быть, вас интересуют, какие встречаются часто у ваших коллег, что я это приму себе на заметку, это возьму. И по этим темам тоже постараюсь подготовить видео, если вдруг я что-то не учел в том, что уже запланировал записать для вас. Ну вот так вот, собственно говоря. Так что жду от вас информации и вообще готов к обсуждению этой темы. Потому что эта тема очень серьезная. Я однозначно точно знаю, что этой темой серьезно не занимается вообще никто. По крайней мере, я в Рунете не встречал информации в привязке к спортсменам систематизированной по этому поводу. От слова вообще. Лишь у меня только есть железный кулак, стальные руки, которые напрямую с этим не связаны, но я никогда не рассматривал их в разрезе, особенно железный кулак, с профессиональной спортивной патологией. Задевал, конечно, мимоходом, как и в реабилитацию, но в основном там идет речь об укреплении, но не идет речь о многих других своих вещах. Вот. Но ни у кого нет, понимаете? Это совершенно точно. А потому я считаю, что я на эту тему могу поговорить, потому что этой темой очень давно занимаюсь. Помог многим очень людям восстановить кисти рук после очень разных и зачастую серьезных заболеваний. Ну ладно, все. Давайте, пока.